Режим самоизоляции – новый вызов для спортсменов. Вместо привычных тренировок на дорожках лыжной базы, пятикратный чемпион мира среди юниоров Пётр Седов теперь каждый день организует занятия в домашних условиях. На помощь приходят члены семьи, спортивный уголок, стулья и даже банки с крупой. Мастер спорта международного класса считает, что поддерживать себя в форме на карантине не проблема. Главное – желание и фантазия. Я для ребенка для своего поставил спортивный уголок, где шведская стенка, канат, то есть пользуюсь ими. Еще я специальный тренажер взял домой для тренировок, который лыжный, для тренировки верхней части тела, плечевого пояса. В принципе, я считаю, что дома, даже на обычном ковре, можно все что угодно придумать. Те же самые гантели можно заменить какими-то другими предметами. До начала пандемии лыжники готовились к основному старту – чемпионату России. Он должен был проходить в Тюмени с 28 марта по 5 апреля. Из-за отмены соревнований спортсмены были вынуждены на несколько недель раньше уйти на отдых. Апрель для лыжников – это время межсезонья, когда мы даем небольшой отдых, то есть для того, чтобы уже в мае снова начать нормально тренироваться. Поэтому именно для спортсменов-лыжников, но, я думаю, для всех гимних видов спорта, этот карантин не так страшен, как для спортсменов, которые занимаются летними видами спорта. Летом пройдут соревнования по лыжероллерам. Спортсмены надеются, что к этому времени они смогут полноценно подготовиться на специализированных площадках. Для профессионалов простых домашних тренировок недостаточно, чтобы достичь нужной формы для предстоящих чемпионатов. Ни технического, никакого мастерства, ничего. То есть это чисто такие тренировки, которые направлены на поддержание физической формы, чтобы, так сказать, животик не нарос в это время. Вот, чтобы мы в мае месяце уже, когда все это закончится, могли нормально выйти и начать тренироваться. Полноценные занятия спортом дома наладить сложно. Однако поддерживать физическую форму на уровне и не располнять – под силу каждому. Для любителей в интернете без труда можно найти программы тренировок, технику выполнения упражнений в домашних условиях. Многие спортсмены запускают в социальных сетях онлайн-трансляции, где проводят занятия вместе со зрителями. Дарья Козина, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.